И то, что мы узнали вчера, мы прошли по вопросам несоответствия законам шариата. Мы поговорили о применении, что происходит, если происходит несоответствие шариата, нефинансовые ситуации, что происходит, если вы несоответствует законам шариата, что происходит в этом случае и в том случае, если ваш компания или ваш банк не работает. Вы работаете по принципам барака, и вы, может быть, не выполните какие-то законы шариата и можете решить свои лицензии. И в конечном итоге вы можете поставить в очень двусмысленную ситуацию репутацию банка, а имя вашего банка будет не очень хорошо выглядеть. И в конечном итоге это может повлиять финансово на вашу документацию, на достоинство ваших контрактных обязательств. И, конечно же, доход банка может быть классифицирован как нехаляльный доход. Это значит, что вы не можете рассчитывать на него как на свой доход, и вы должны пройти процесс очистки этого дохода. Мы говорили о различных еще видах банковского капитала, ну и так далее, и так далее. Небольшое количество деталей мы ходили, мы говорили о большей разновидности рисков. Мы говорили о вопросах контрактов, договоров, о продаже контракта Мурабаха, а мы говорили Мушараха Мудараба, Вадия, Вакала. Это вот основные контракты, которые используются в области исламских финансов. И сегодня, я надеюсь, что вчера все то, чему мы научились, ну, по крайней мере, что-то у вас осталось, ну, хотя бы процентов 20, из того, что мы говорили, те из вас, кто все-таки нуждаются в слайдах, пожалуйста, напишите мне имейл, и я вам, мой имейл у вас есть, я еще раз вам отправлю их. И вот посмотрите, пожалуйста, мой имейл, razli.firm.com А если вы отправите их мне, я попытаюсь вам отправить эти слайды. Не понимаю, что случилось. Итак, сегодня мы пройдем по вопросам исламские активы и инвестиционная деятельность. Мы будем говорить о активах и инвестициях, которые соответствуют законам шариата. Извините, телефон меня мой беспокоит. Что с крикером случилось? По-моему, батарейки не работают, да, что там? А, тут кнопочка, оказывается, выключатель есть. А, вот теперь я понял. Извините. Итак. Дамы и господа, для того, чтобы вы поняли, что такое соответствие, инвестиционное соответствие с законом шариата, вы должны удостовериться в том, что есть три основных вопроса, которые вы должны иметь в виду. Это не на слайде, это то, что я вам хочу сказать сейчас. Первое. Если вы хотите удостовериться в том, что ваша работа с активами и инвестиционная работа соответствует шариата, первое, вы должны убедиться в том, что ваша инвестиционная деятельность должна следовать вашему местному законодательству. Понимаете, да? Вашему закону, прежде всего, вашему местному законодательству должна соответствовать ваша деятельность. Это первый вопрос. В том случае, если закон не противоречит ни одному требованию шариата. Вот каким образом мы это делаем. Второе. Вам необходимо следовать закону шариата. И третье. Все, что бы вы ни делали, все условия, которые связаны с вашей инвестиционной деятельностью, должны быть применимы. Знаете, что такое слово? Применимость. Применить. Что такое применяемость? Право применения. Это то, что, значит, можно было их реально применить в вашей стране. И это должно быть принято, эти законы, сообществом, вашим обществом, вашей стране. Эти законы должны быть исполняемы в вашей стране. Первое. Так, что такое? У вас есть свое законодательство. По первому пункту, скажем, у вас в России свое законодательство. И для того, чтобы получить, например, инвестиции, которые совпадают с законом шариата, вы должны убедиться в том, что любые инвестиционные действия не противоречат вашему местному законодательству. Если вам необходимо иметь соответствующую лицензию, подайте заявку на эту лицензию. Если вы не подаете за этой лицензией, и вы проводите инвестиционную деятельность, это не считается законом разрешенной деятельностью, он не соответствует закону. Понимаете, о чем я? И что касается примеров следования законом шариата, если вы следуете законом шариата, вы должны убедиться в том, что любая деятельность, которую вы проводите, инвестиционные действия, которые вы делаете, вы не должны быть связаны с четырьмя вопросами. Первое – это не должно быть начисление процента или РИБА, не должно быть МАЗИРА, там не должно быть элементов азартных игр, ХАРАН – это не должно быть каких-то неопределенностей, и ничего не должно быть, что связано, как мы называем их. Это запрещенные транзакции. Мы называем их SD, или так называемый отрицательный список. Отрицательный список, который мы говорим, он есть, то есть любая деятельность, которая не соответствует требованиям шариата. В Малайзии у нас есть такие деятельности, которые не совпадают с требованиями шариата. У нас есть список специальный этого. В том случае, если вы ведете свой бизнес, ведете инвестиционную деятельность, с любой компанией, с любыми другими партнерами, чей основной бизнес связан с получением финансовых процентов, например, РИБА, вам не разрешается работать с такими компаниями. Ну, например, любая деятельность, которая связана с табаками, с табакокурением, с табаком, все, тут же все прекращается. Любая деятельность, связанная с развлекательной деятельностью, караоке, диско, пивнушки, рестораны, нельзя. Любая деятельность, связанная с нехаляльной едой. Уходите из бизнеса. Любая деятельность, связанная с обыкновенной страховыми услугами в Малайзии. Например, есть специальный список этих страховых услуг. И есть этот отрицательный список, который Совет по шариату решает, соответственно, законам шариата или нет. И здесь, в России тоже, у вас должен быть свой собственный совет, свой совет, который будет решать, какой вид деятельности должен быть включен в этот отрицательный список, негативный список. Хорошо? Понятно? Теперь, в моем офисе я всегда получаю звонки, вопросы от большого количества банков и других финансовых организаций в Малайзии. И они задают большое количество вопросов. Иногда это достаточно сложно для нас ответить на эти вопросы. Это потому, что вы, мы все люди. Если люди просят вас о чем-то, и они хотят от вас то-то и то-то, очень быстрый вопрос, ответ должен быть. И вам иногда приходится очень быстро решение принимать, какой ответ дать. Понимаете? А теперь, для вас, один из таких подсказок, то, каким образом вы можете сказать, что та или иная институционная деятельность соответствует законам шариата или нет, вы должны вернуться и посмотреть то, что мы называем «Эсмакаси шария». А что это такое? Это защита. Защита? Чего защита? Есть пять вот этих вот, то, чего мы, пинктов, по которым мы засчитаем. Это вы должны заботиться о своей религии, о своей жизни. Защищать религию, жизнь, что еще? Вашу интеллектуальную собственность. Пять-пять-пять пунктов должно быть вот этих. И любая деятельность в отрасли, любая деятельность, которая будет отрицательно влиять на вот эти пять защищенных областей, вам не разрешается этим заниматься. А если деятельность, которая поддерживает вот эти пять защищенных сторон, мы должны это делать. Почему сигарета, почему табак в Малайзии мы считаем как несоответствующие шариату? Почему он в отрицательном списке? Почему? Потому что здоровье. Вы же защищаете свою жизнь. Это ведь доказано, что если вы курите табак, это плохо будет влиять на ваше здоровье. И это доставит вам большое количество проблем, болезней. Вот почему это не разрешается. Окей. И в Малайзии мы в таком климате, где очень жарко. В Казани, возможно, консультационный совет Малайзии, соответствующий Катарстану, может сказать, ну, здесь наверняка это допустимо, поскольку это ведь имеет побочный эффект, потому что там, ну, тело согревается. В Малайзии же нет, такого повода быть не может. Ну, вот, для начала так. Теперь, когда говорим об инвестициях, необходимо помнить о пяти моментах. Пяти вещах, которые нужно знать. Нам необходимо понимать, кто такие инвесторы. Ну, и вам прекрасно известно, что инвесторы бывают частными и институциональными. Мусульмане ли это или не мусульмане, инвестировать в мусульманские, мусульманским образом могут все. Также мы с вами коснемся в соответствии требованиям шариата в вопросах о сетменеджменте управления активами. Что это такое? Будем рассматривать дальше корпоративное управление или структуры корпоративного управления и принципы в системе исламского управления активами. Пункт четвертый обязательства по закату, очищение капитала и боготворительные дары. Это все обязательно надо понимать, когда мы работаем с исламскими инвестициями. И соответствие выбор активов в рамках шариатского наблюдения. В случае, будь то частных, будь то институциональных инвесторов, когда они намерены инвестировать, либо они обратятся либо в компанию, которая специализируется в управлении активами по исламским нормам, либо в любую другую компанию, которая, кроме всего прочего, предлагает и исламские услуги. Почему? Потому что компании, управляющие, занимающиеся управлением активов, они так или иначе выполняют свою деятельность под контролем, следуя двум требованиям. Первое – это структуры корпоративного управления, и второе – требования шариата в том или другом уровне деятельности. Теперь, говоря об инвестиционных продуктах, первый, скажем, вопрос, беспокойство, которое возникает, это насколько данный продукт исламский. Задается часто вопрос, а это продукт инвестиционный, он исламский или нет? Насколько он исламский, соответствующий нормам исламу? Это первый вопрос, на который предстоит ответить. Ну, а второй вопрос, который задается, а продукт, он насколько интересен, насколько он хорош? Какой он доход предоставит клиенту? Размер этого дохода? Теперь уже в детали. Насколько тот или другой финансовый продукт соответствует требованиям ислам? Когда обычно мы говорим об этом, мы обычно говорим об уровне религиозной преданности, степени соответствия требованиям религии. Потому что некоторые люди, они очень религиозны, для них хотели другие вещи, они очень важны. А другие могут сказать, ну, если так, в целом это нормально, соответствует аспектам ислама, то я готов принять. То есть, это степень требовательности к своей религии, к религиозности своего поведения. Дальше второй вопрос будет, а кто здесь выступает шриат-консультантом? Это может быть частное лицо, это может быть некий институт, некая организация. В Малайзии обычно комитеты, обычно они стоят из пяти человек. Такой комитет создается, который принимает решение, минимум такое требование, либо банк, который создает финансовый продукт, может обратиться к зарегистрированному юридическому лицу, как консультанта по вопросам исламских продуктов. В данном случае, вот, например, наша организация может такой выступать. Мы зарегистрированы при Центральном банке Малайзии как юридическое лицо, которое может выполнять подобную и вести консультационную деятельность такую. По вопросам ислама. Так вот, консультант по вопросам соответствия требованиям ислама в вопросах финансовых продуктов. Они, как мы уже показали, это может быть юридическое лицо, институционализированная структура, либо это некий совет, который состоит из физических лиц. И тут минимум пять человек должно быть таких в комитете. В случае юридического лица, который выступает консультантом по подобным продуктам, требования такого конкретного нет. Условие заключается в том, что данное юридическое лицо, которое намерено предоставлять подобные и консультационные услуги, должно быть зарегистрировано в соответствующих органах власти. В случае индивидуалов, частных лиц, они должны зарегистрироваться индивидуально, как индивидуальный консультант. Однако, если создается некий комитет из подобных индивидуальных, можно сказать, частных консультантов, которые в частном порядке зарегистрированы как консультанты, данный совет также должен быть зарегистрирован как состоящий из данных конкретных консультантов. В случае, если указанная деятельность передается для реализации юридическим лицом, соответствующим консультантам, то этот аспект тоже должен быть зарегистрирован. Вопрос, который мы здесь обсуждаем, кто выступает консультантом по вопросам соответствия нормам шариата. Этот вопрос задается, например, на инвестиции. Планируете, задаете вопрос соответствующий у этого банка или у этой финансовой организации и спрашиваете, кто выступает вашим консультантом по вопросам соответствия требованиям шариата. Инвестор задает вопрос, если у вас нет официального консультанта, значит, продукт у вас считается официально не соответствующим нормам шариата. Для того, чтобы финансовый продукт, предлагаемый вашей финансовой организацией, соответствовал нормам шариата, у вас должен быть такой консультант. Это будет то, либо комитет, который состоит из как минимум пяти зарегистрированных индивидуальных консультантов по вопросам шариата, либо это зарегистрированные консультационные организации в этой сфере юридическое лицо. Ну и еще один пункт, структура, шариатская структура. То есть, структурирование данной инвестиционной сделки, инвестиционного механизма должен быть четко понятен. Другими словами, консультант по вопросам соответствия требованиям шариата должен утвердить данный механизм. Соответственно, шаблон контракта, договор с инвестором и финансовой организацией должен быть утвержден соответствующими консультантами. Ну вот ряд вопросов по каждому из пунктов, которые возникают, основанные на реальном опыте в Малайзии, когда мы говорим о уровне религиозности, насколько вы религиозны, например, и ожидаете, что этот данный продукт будет соответствовать вашей степени религиозности. Например, в Малайзии порядка 60% соответствующих продуктов, исламских отрастов покупаются не мусульманами. Другими словами, в Малайзии это означает, что нам приходится проводить достаточно, много всяких роуд-шоу, разных образовательных программ, в том числе пиар-программ, для того, чтобы мусульмане тоже соглашались пользоваться исламскими финансовыми продуктами. Мусульмане в Малайзии Порой не всегда себя комфортно чувствуют с схемами коллективного инвестирования, подобных трастов, и предпочитают сберегать свои деньги каким-то другим образом, другими элементами. Но, возможно, знаете, табу хаджера – это фонд накопления денег на хадж, на паломнические цели. Другими словами, они вкладывают соответствующие свои средства в табун хаджи или исламский банк для того, чтобы таким образом сберегать на поездку в Мекку. Обычно данный конкретный исламский банк табун хаджи дает норму доходности выше, чем другие исламские институты. Теперь пункт второй – консультант по вопросам шариата. Иногда проблема возникает с тем, что конкретный консультант по вопросам шариата в инвестиционных вещах нехорошо разбирается, плохо разбирается. Соответственно, достаточно много в Малайзии компаний, которые хоть занимающиеся управлениями активами, которые хотят заниматься инвестированием, нанимают. Они предпочитают нанимать не частных консультантов по вопросам соответствия нормам шариата, а институционализированных, юридически-консультационные фирмы, специализирующиеся в этих вопросах. Если обращаться к индивидам, то уж тогда отбирают действительно лиц, которые являются профессионалами в этих аспектах. Известные, будь то в Малайзии, будь то на международном уровне. Наверняка знаете шейха Ияби из Акуви, кого еще наверняка знаете, Аль-Кави. И разные другие известные, вот профессор Дауд Бакар, Астан Хасан, например, из Малайзии, они хорошо известные журманские шариатские ученые, обычно исламские компании по управлению активами. И вот такого калибра специалистов приглашают в качестве консультантов на соответствии требованиям шариата для работы в их комитетах. Иногда, говоря о структуре, насколько структура или механизм данного конкретного финансового продукта соответствует требованиям шариата, иногда некоторым инвесторам не нравится та или другая структура, то есть они предпочитают не пользоваться ей, поскольку они ее не понимают, ибо для них, для их понимания она сложна. Тут вопросы никак с религиозностью не связаны, с религией не связаны. Иногда пугает чересчур большое использование арабских слов. Когда слишком много незнакомых тебе на повседневной основе слов, инвестор просто это надоедает, это он просто не хочет инвестировать деньги в рамках соответствующего инвестиционного механизма финансового, в котором чрезмерно всяких неясных терминов. Пока мы с вами рассматривали, скажем, первое сомнение инвестора, насколько данный конкретный продукт исламский. Теперь вопрос, второе сомнение инвестора, насколько продукт, скажем, привлекательно хороший. Некоторые продукты оказываются сложно структурированы, другие простые. Есть продукты, у которых имеется определенный послужной список, есть понимание сложившееся, что он такой всесторонне привлекательный. Иногда возникает такой момент, что нужно соответствовать определенным нуждам или потребностям людей. О чем мы здесь говорим? Мы говорим об исламском финансовом планировании. Теперь, в чем разница между нуждами, тем, в чем человек нуждается, потребностям, можно сказать, и желаниям? Желаемым. Что в этом мире происходит? Финансовый институт и финансовый мир вообще сегодняшнего дня, они сейчас работают для того, чтобы удовлетворять желания людей, а не столько их нужды. Что такое желание, а что такое нужда или потребность? Я хочу денег. Я хочу 10 джон. Нет, это что можно, а я-то говорю, чего хочу, например. Чего еще могу, например, хотеть? Хочу, чтобы все богатство этого мира мне принадлежало. Чего еще вы можете захотеть, например? Вы. Я хочу вечно жить. Это желание. Из категории желаний вы хотите. Хотеть можно и желание неограниченное. И именно это сейчас и происходит в финансовых институтах. Всех хотят всего максимизировать, прибыль, насколько возможно. И не обращать внимания на все остальное. Вот почему, соответственно, и проявляется тут инструмент процентного дохода. Богатые становятся богаче, бедные становятся беднее. Почему? Потому что создание соответствующих финансовых продуктов подчинено желаниям клиентов. Но в всех случаях я, исходя из своего опыта, убежден в этом. Вот почему, когда мы говорим о нуждах или потребностях. Десять джон хочу, да? Одно хочу русскую, татарку, малайку, китайку, тайваня, идуск, азербайджанская. Американская? Не. Управлять ими сложно. А вот потребности, как говоря уже о потребностях, да, тут разрешено только четыре, например, да? Вот в случае моих потребностей я только, наверное, на одной ограничусь. Мне одной будет достаточно, а не от двух я себе позволю, ну, не могу, не получается. Почему-то. Потребность... Есть определенные ограничения. В этом мире есть понятие ресурсов. Другими словами, нам необходимо позаботиться о том, что мы ограничивали... Нам необходимо позаботиться о том, чтобы мы четко понимали ограничения того, что нам действительно нужно. Соответственно, говоря о продуктах, господа, в случае исламских продуктов в России или в Татарстане, если однажды кто-либо из вас станет разработчиком по вопросам в исламских финансовых продуктах, нужно подумать о следующем. Не думайте, в первую очередь, о максимизации прибыли, о том, чтобы пытаться удовлетворить все желания клиента. Необходимо посмотреть и проанализировать их реальные потребности. Поделюсь примером того, что происходило или происходит в Малайзии. В Малайзии вы наверняка знаете то, что экономика во многом в руках китайцев. Соответственно, разработка финансовых продуктов, структурирование финансовых продуктов, инвестиционных, оно было ориентировано на то, чтобы создавать именно то, чего захотят купить, чем захотят воспользоваться, во что захотят инвестировать данные люди, занимающиеся бизнесом. Вообще-то, по сути, продукт должен создаваться под то, чтобы удовлетворить потребности. Достаточно много у нас бедных людей в деревнях, необходимо тут больше концентрироваться в вопросах сельского хозяйства, например. Или концентрироваться на производственных вопросах, на вопросах малого бизнеса, на малом-среднем бизнесе. Если вы пойдете в банк в Малайзии, то вы увидите, что очень трудно для малого-среднего бизнеса получить финансирование от банка. А вот почему правительство в Малайзии пытается продвигать такого рода инициативу, стимулы для финансистов, для того, чтобы обеспечить доступ малого-среднего бизнеса к финансовым ресурсам. Помните, необходимость, очень важное слово, необходимость, а не желание. Вот почему иногда мы забываем, мы забываем о том, что мы не можем достичь всего. Деньги не могут купить вам здоровье. Деньги не могут, могут купить любовь. Не так ли? Могут деньги любовь купить? Ну, на пару лет, да, может быть. Деньги – это еще не все. Если ваша зарплата каждый месяц – 100 тысяч рублей. Какая у вас средняя зарплата здесь, в Казани? Средняя зарплата какая у вас? 25 тысяч рублей. Ладно. Допустим, каждый месяц вы получаете 25 тысяч рублей зарплаты. 25, вы сказали, да? Иногда вы видите людей, у которых зарплата… Вот моя зарплата 25 тысяч, а ваша, например, 10 тысяч рублей. И ее жизнь более счастлива, чем моя жизнь. Это происходит, так бывает. Почему я получаю 25 тысяч рублей каждый месяц, и все равно мои расходы на оплату жилья, еды и так далее, все равно мне этого не хватает? Что-то, видимо, не так по поводу того, как я распоряжаюсь со своими деньгами. Может быть, я плачу за кат, может быть, потому что ваша зарплата не будет барака. Даже для вас. А для вас 10 тысяч достаточно? Вы чувствуете, что это достаточно для вас для того, чтобы кормить детей, семью, платить за жилье, и вам это хватает? Вы счастливы. Если бы эти деньги были кому-то другому, то было бы зарплату, например, 100 тысяч каждый месяц. А жизнь этого человека всегда была бы в сплошном беспокойстве. Кто-то придет домой, кто-то может ограбить, кто-то забрать его деньги. То есть он несчастлив. А теперь... Итак, желания и потребности. Итак, дальше. Сложность продукта. Уровень понимания продукта. Ну, давление со стороны окружающей среды на вас. И следующий вопрос. Что лучше? Потому что многие из инвестиционных продуктов, они хотят знать... Вы хотите знать, какой продукт лучше? Куда лучше вкладывается? Это все будет зависеть от того, насколько хороши навыки людей, которые им занимаются этими финансовыми продуктами. И обычно вы, инвесторы, обратиться к тем, кто понимает суть вопроса. Лучше, понимает продукты лучше. Хотел бы поделиться с вами. Всем видно, да? В Малайзии у нас есть одна схема, которая называется схема коллективного инвестирования. Аббревиатура английская CIS. А вот здесь инвесторы. Инвестор, инвестор, инвестор. Которые... Они назначают управляющими активами. Соответственно, компания по управлению активами. Есть фонд. И эта компания управляющая назначает непосредственно менеджеров по управлению этим фондом. Дамы и господа, это вот эти инвесторы. И эти инвесторы могут быть либо физлица, либо юрлица. Они будут назначать, выбирать компанию по управлению активами в качестве своего агента для того, чтобы принимать инвестиционные решения. Соответственно, вот этот фонд здесь это то, что мы называем как коллективная инвестиционная схема. Почему мы называем ее коллективной инвестиционной схемой? Потому что каждый будет вкладывать деньги. А вот при участии вот этой компании по управлению активами. Компания по управлению активами будет назначать попечительский совет, который бы присматривал за вот этими деньгами фонды. А это так называемое корпоративное управление. А управляющая компания не может... Инвесторы вкладывают деньги, и деньги должны быть размещены соответственно с интересами и по усмотрению попечителей, которые как раз будут наблюдать за этими деньгами. Компания по управлению активами просто... Их работа просто управлять фондом. Компания по управлению активами потом будет назначать менеджеров специальных, которые непосредственно будут делать инвестиции. И эти инвестиции должны быть сделаны, например, пятью менеджерами, и они должны быть сделаны в соответствии с попечительским советом. А, в соответствии с специальным соглашением между управляющей компанией и попечительским советом. И у них есть специальный договор. А теперь фонд должен иметь шариатский совет для того, чтобы отслеживать... Понятно, о чем я говорю сейчас. Все вы со мной вместе отслеживаете. Вот здесь вот мушарака с точки зрения договорных обязательств. Инвесторы совместно назначают управляющую компанию управлять фондом. Понятно? А управляющая компания назначает менеджеров для фонда, чтобы они занимались инвестициями. И тогда, когда управляющие фонды делают инвестицию, они, например, получают какую-то прибыль, и эта прибыль будет размещена в фонде. И, соответственно, клиенты фонда получат дивиденды из этого фонда. Вот почему мы называем это коллективная инвестиционная схема в Малайзии. Это может быть сделано, как мы называем это, специальные трастовые фонды. У них есть специальные мандаты. А теперь. хищники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Вы только что говорили, да? Этот фонд... Управляющие фонда будут управлять фондом и будут делать инвестиции от имени фонда. А тип инвестиций может быть три типа инвестиций. Они называют их вот этими тремя типами разновидностей. Это фиксированный доход, фонд с фиксированным доходом, фонд роста и так называемый балансовый фонд. А что из себя представляет фонд с фиксированным доходом? Что представляет из себя сбалансированный или балансовый фонд? И что такое фонд роста? А если фонд и фонд с фиксированным доходом, в данном случае, это означает, что риск низкий. И инвестиции также... Риски на инвестиционные риски тоже низкие. Большое спасибо. Надеюсь, получится встретиться вновь. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»